Чем ближе зима, тем больше хочется сладкого. Замечали такое? Осеннюю депрессию многие заедают булочками и конфетами, а значит здравствуй лишние килограммы. Как справиться с тягой к сладкому корреспондентам комсомольской правды Барнаула рассказал врач-диетолог Денис Фуголь. Он советует вместо конфет и булок налегать на сладкие фрукты, яблоки, груши, бананы, цитрусовые. Сахар заменить на мед, а также не есть за компьютером и телевизором. Когда вы не концентрируетесь на еде, съедайте больше, чем можете. И в продолжение темы холодов. Барнаульский зоопарк предлагает жителям взять черепашек на зимовку. Об этом пишет Политсибрум. По словам директора зоопарка Сергея Писарева, за летний сезон число черепах увеличилось. Правда, отдать планируют только в заботливые руки. На зимнюю передержку будут отправлены красноухие черепахи, которые относятся к водоплавающему виду. В крае начался прием заявлений на получение разрешений для охоты на соболе. Их можно получить в краях от управления, а также в его районных отделениях. Об этом сообщает московский комсомолец на Алтае. Сезон охоты на соболе продлится с 15 октября до 28 февраля. Охота пройдет на общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Красногорского и Куринского районов. Напомним, что на некоторых водоплавающую, болотно-улговую, полевую, буровую, степную дичь он уже начался с 25 августа, в частности, на барсука, бурового медведя, белку, норку, куницу и хоря. В Техническом университете отбирают школьников для обучения в Центре научного и технического творчества наследники Ползунова. Первый тур отбора, тестирование успешно прошли более 200 ребят, с 5 по 11 классы. При отборе в Центр также учитывается портфолио и результаты индивидуального собеседования, сообщает Политсибрус со ссылкой на слова декана до вузовской подготовки Николая Белоусова. Кадровый потенциал позволяет обучать в Центре до 900 учащихся. Если в прошлом учебном году преподавательский состав был из 32 человек, то в новом здесь более 40. Занятия начнутся с 1 октября. Чему научат при поступлении в Центр? Читайте подробнее на Политсибру. В Барнауле в обмен на макулатуру раздают саженцы хвойных деревьев, сообщают корреспонденты аргументов и фактов Алтай. Правда, чтобы получить один саженец сосны, ели, пихты или кедры, необходимо сдать 25 килограммов макулатуры. За более ценные породы придется отдать еще больше. К примеру, за бальзамическую пихту или горную сосну аж 140 килограммов. Акция дерева за макулатуры будет продолжаться до 10 октября. Что нужно сделать, чтобы принять в ней участие подробнее в аргументах и фактах Алтай.